Здравствуйте, дорогие друзья, наши зрители! Мы очень рады опять встретиться с вами. Мы с вами на протяжении этих почти трех месяцев исследовали одно из прекраснейших посланий апостола Павла, послание к Ефесиным. Мы с вами увидели, как он очень трогательно заботится и переживает не только о духовном состоянии этих людей, потому что это были его духовные дети, но мы видим с вами из его практических советов, какие он дает наставления для того, чтобы люди, живущие в то время, были теми, через кого Бог мог бы сказать «Вы – свет мира». Это касалось не только общественных дел или общественных связей, но, как вы увидели, это касалось и взаимоотношений родителей и детей, это касалось взаимоотношений мужа и жены, внутрисемейные, это касалось также и отношений между господами и подчиненными. Сегодня мы продолжаем исследование шестой главы, это последние главы посланий к Ефесиным, и я передаю слово Артуру. Здравствуй, Артур! Здравствуй, Константин! Итак, мы подошли к завершению нашего исследования, нашего послания к Ефесиным. Прежде чем начать с Константина, наверное, я бы хотел обратиться также к нашим зрителям и пояснить одну очень важную деталь. Почему? Потому что я сегодня планирую завершить исследование послания к Ефесиным. Дорогие наши зрители, мы сегодня планируем полностью завершить послание к Ефесиным, хотя, если следовать пособию, которое нам предлагается, у нас еще есть в записи две темы. Но две темы я объединяю воедино, потому что нет смысла говорить просто о подготовке к борьбе и как бы отдельную тему рассматривать, вот чисто вот арсенал, каким арсеналом следует воевать. Поэтому я счел нужным объединить эти темы воедино. Ну, а последняя тема, которая предлагается в пособии, это чисто заключение. Поэтому, мне кажется, вот тоже, ну, я счел, что нет необходимости отдельную тему посвящать вот завершению или заключению. Поэтому у нас сегодня будет с Константином последняя тема по разбору данного послания. Но я хочу вас немножко заинтриговать. В следующем квартале у нас будет другой формат исследования Священного Писания. Оставайтесь вместе с нами. Я думаю, вам это понравится. Да. Хорошо, Константин. Итак, мы возвращаемся к исследованию шестой главы, а еще точнее, это последние тексты, да? Последние тексты. Вот интересно. Вот мы уже сказали, что с четвертой главы он давал практические советы. До четвертой главы был теоретический, богословский или теологический трактат. Ну, да, потому что мы исследовали, там он непростой был. Конечно. И ты помнишь, мы говорили, самая главная мысль, самая главная тема данного послания, это давай мы опять к нему вернемся. Это послание Кефесина, значит, у нас 9-10 стихи, первая глава. Первая глава, 9-10 стихи, это самая главная мысль и цель, которую хотел апостол Павел подчеркнуть вот в этом послании. Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, который он прежде положил в нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Вот, это самая центральная тема, самая главная мысль, которую апостол Павел выражает вот в этом послании. О чем он здесь говорит? Он говорит о том, что наступит, придет полнота времени, когда все земное и небесное соединятся под главою Иисуса Христа. И ты помнишь, мы говорили, что земное, в основном, вот в первых трех главах, какая проблема существовала? Проблема между евреями и язычниками, обратившимся к христианству. Вот была вот эта проблема. Поэтому дальше он как раз пытается решать вот эту проблему, что во Христе уже нет ни еврея, нет ни язычника. То есть создан один новый человек. Поэтому речь идет о воссоединении вот на этом уровне. С другой стороны, если вот этот уровень уже воссоединен между собой, должно быть или должно произойти воссоединение также на вертикальном уровне, с Богом. Вот это ключевая и главная мысль, главная идея. И после того, когда он рассмотрел вот досконально, вот в первых трех главах, вот эту богословскую часть, дальше он представил, в принципе, жизненные эпизоды. Мы бы сегодня так бы, наверное, сказали, как кому, как поступать, с какой ситуацией, как подчиняться, что делать. Мы это все досконально рассматривали. Теперь он опять же возвращается к главной теме. Главной теме именно, которая касается вот этого единства воссоединения с Богом. Потому что, ты помнишь, вот именно в послании к Ефесам он также описывает темные силы, которые носятся в поднебесной. И вот эти темные силы и мешают вот этому воссоединению. Как на горизонтальном уровне они препятствуют, так и на вертикальном уровне они препятствуют. И поэтому вот в этих текстах, шестой главы, это последние стихи, здесь говорится уже конкретно о вот этой борьбе, которую уже верующая, церковь его, должна вести против темных сил. Вот об этом мы будем сегодня с тобой говорить. Итак, открываем шестую главу и читаем десятый и одиннадцатый стихи. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Вот какой совет теперь он дает? Это как бы вот заключительная часть своего письма, вот своей церкви, своей аудитории. Какой совет он здесь дает им? Что им нужно сделать? Господом и могуществом укрепляться и обличься во всеоружие Божие. То есть, надеть Божий арсенал. Вот далее уже перечисляется как раз Божий арсенал. Да, ты помнишь, да, что там? Шлем. Шлем спасения. Спасение, щит, ну и тому подобное. Да, многое там перечисляется. Теперь вот что интересно. Интересно, вот это вообще что за все оружие? Вот откуда взят вообще вот этот образ воина? Я так думаю, что так как Павел до продолжительного времени находился в заключении и перед его глазами постоянно были вот воины, да, которые, их амуниция, в общем-то, состояла только из этого, то, глядя на все это, Павел, наверное, проводил какие-то параллели, аналогии, чтобы, ну, самому себе что-то объяснить и чтобы людям помочь лучше понять. Он берет вот, отталкивается от этого. От этой аналогии. Хорошо, конечно, нет. А вот такой тебе вопрос. Вот, например, римский воин, да? Вот мирное время, как он одевается. И когда он одевается для войны. Ты имеешь в виду мирное время, это когда он вне службы? Да, вне службы, например. Ну, когда Павла арестовывал воин, но, в принципе, было мирное время для римской империи. Вот он бы одевался так же, как он одевается для войны? Нет, конечно. Нет. Нет, конечно. Это, наверное, в истории всех армий, что для мирного времени есть один вид обмунирования. Да и все, наверное, вот, кто мужчин, наверное, и женщины, кто служили в армии, они это знают прекрасно, что если несколько форм одежды есть. Да. К чему я это задаю вопрос? То, что Павел постоянно видел, когда его арестовали, в принципе, они не были одеты так, как здесь описано. Согласен? Потому, что так одеваются, когда идет война. Ну, да. Да. Поэтому здесь, хотя логика тоже есть. Естественно, он берет все это оружие от римского воина, но просто римского воина, который идет на войну. Но, с другой стороны, образ все-таки, он здесь берет немного иной, Константин. Образ... Я так думаю, извиняюсь, я так думаю, что Павел занимался евангельской работой, как мы сегодня это скажем, не только когда был в каких-то городах. Я так думаю, что он имел возможность евангелизировать и тех воинов, которые его окружали, для того, чтобы им как-то объяснить поближе им понятными вещами. Наверное, он использовал вот эти вот вещи. Однозначно. Да. Хорошо. Ну, давай мы, ну-ка, рассмотрим очень важный момент, что Павел все-таки здесь, скорее всего, ссылается на ветхозаветные метафоры. А именно, вот вся вот эта одежда, в принципе, это было, потому что он говорит, облекитесь во все оружие Божие. То есть, вот эти все доспехи, которые он здесь перечисляет, окей, когда-то носил Бог. Но в метафорическом смысле, естественно, не в буквальном смысле. То есть, вот это оружие, оказывается, когда-то принадлежало Богу или Мессии, и сам Яхве или сам Мессия вот этими оружиями они воевали и одержали победу. Вот давай мы, а ну-ка, прочитаем книгу пророка Исаии. Я прочитаю 11 главу 4-5 стихи, Константин, а ты прочитай 59 главу 17 стих. Ну, давай я начну. Итак, 11 глава 4-5 стихи. Вот смотри. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать по истине. Жезлом у своих поразит землю и духом у своих убьет нечестивого. И далее, вот смотри, пятый текст. И будет при поясанием чресл его правда, при поясанием бедр его истина. То есть, есть какой-то арсенал, по крайней мере, о каком-то арсенале идет речь, да? А вот 59 глава 17 стихи, ты прочитай, там, по-моему, более подробнее. И он возложил на себя правду, как броню, и шлем спасения на главу свою, и облегся в резу мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом. Ну, вот смотри, броня, да, там, броня, или что там, щит. Вот это все перечисляется. Шлем. Шлем. Вот то, что перечисляется и фактически вот здесь. То есть, что хочет апостол Павел вот этим передать? Что вот в этой духовной борьбе, которую должна вести его церковь против мероправителей тьмы века сего, церковь призвана одеть то всеоружие или тот арсенал, которым когда-то обладал Бог, обладал Мессия, и посредством которых они победили врагов израильского народа. Потому что пророк Исаия говорит о том, что вот в этом арсенале Бог пришел спасать свой народ. Теперь же, поскольку в этом арсенале он победил уже врага, тот же самый арсенал он теперь предлагает верующим. И без этого арсенала фактически наша борьба против темных сил, она в принципе обречена. Понятно, да? До что ссылается здесь апостол Павел, да? И вот интересно, что еще очень важный аспект вот в этой борьбе, что мы в принципе вступаем в сражение с врагом, который уже побежден. Побежден со стороны Иисуса Христа. Потому что в первой главе ты помнишь, когда он вознешься, написано, все покорил под ноги свои, да? Вот этих мироправителей, там, властей. То есть, мы уже вступаем в сражение с врагом, который в принципе уже побежден. Дает это нам какой-то, ну, как это сказать, перевес или преимущество, вот зная, что враг побежден уже, вот вступать с ним в сражение. Есть разница вообще? Разница есть, конечно, да. Но как бы то ни было, все равно мы остаемся участниками этого борьбы. волей-неволей, даже если мы не хотим, может быть, эту войну начинать, то эту войну начинают против нас. Однозначно, Константин, да. То есть, мы по-прежнему еще участники в этой битве. Да. Но осознание того, что эта битва уже выиграна, оно дает слишком большие плюсы, потому что ты знаешь, что твой полководец, твой генерал победил, он сокрушил темные силы, и он теперь дает тебе свой арсенал, все необходимое, чтобы ты просто добил противника. Ну, и он не просто делится этим арсеналом, не просто делится с нами каким-то опытом, он еще стоит рядом с нами. однозначно. Наш полководец, он руководит, он ведет. Просто вот эта важная мысль, мне кажется, очень, она должна стимулировать, наверное, верующих людей не сдаваться и не падать с духом вот в этой духовной борьбе. Не следует проигрывать, потому что битва, в принципе, выиграна. Каждый отдельно взятый член церкви должен понять, что в целом битва выиграна. И поскольку он является частью вселенской церкви, он должен понять, что если битва в целом выиграна, он не должен как отдельная личность также уступать и проигрывать в этой битве. Вот это очень важная идея. И вот здесь Павел пишет, что вам необходимо укрепляться. Есть такое? Укрепляться Господом и могуществом силы Его. Вот укрепляйтесь, очень интересный глагол, который в данном случае поставлен в пассивной форме. Пассивная форма предполагается, что ты не сам себя укрепляешь своими силами, а укрепление приходит извне. То есть Бог тебя укрепляет вот в этой битве. Именно чем укрепляет? Именно тем, что я прошел весь этот путь и я победил. Ты следуешь за мною и ты тоже должен быть победителем. Вот это очень важная идея, что мы должны укрепляться вот этой идеей. И вот этот процесс, вероятно, я так думаю, происходит укрепление не тогда, когда мы уже встретились лицом к лицу с врагом, а эти укрепления Бог побуждает нас сделать до того еще как. Конечно, Константин. Здесь знаешь, какая интересная идея. Вот если возьмем отдельно взятого человека, посетила его испытание или искушение, как здесь написано, стрелы, какие лукавые, которые посылают дьявол. Вот пришло какое-то искушение, и вот ты думаешь, ты хочешь сдаться уже вот этому искушению. Вот в этот момент нужно остановиться и укрепиться. В каком плане? Но если я сейчас сдамся, если я совершу то, чего не надо совершать, ведь я проигрываю битву тогда. А ведь битва же выиграна в глобальном счете. То есть я в итоге должен быть победителем, я не должен быть побежден, потому что битва выиграна. И вот если я осознаю вот это, то есть подхожу к вопросу именно с такой позиции, что битва все-таки выиграна, то я не должен уступать всем этим стрелам коварным или обольстительно. которые влекут меня к греху. Да, плоть хочет, но разум должен диктовать плоти, что битва выиграна, она не проиграна. И я должен укрепляться этим, я должен знать, что Христос прошел этот путь. Христос сломал голову дьяволу, как было обещано в книге «Бытие», да, ты помнишь? И поэтому я, как участник вот в этой великой борьбе, я ношу его арсенал не для того, чтобы проигрывать. Я ношу его арсенал для того, чтобы выиграть. А чтобы моя уверенность была вообще стопроцентной, нужно укрепляться Господом, еще один, и могуществом силы Его. Об этой силе апостол Павел, если я не ошибаюсь, говорил во второй главе, что эта сила воскресила Иисуса Христа из мертвых, посадила его на небеса и все покорила под ноги Его. То есть, если я уверен в Божьей силе, то даже мысль о проигрыше не должна меня посещать. Потому что мой Бог настолько силен, что с Ним я могу все. Дай Бог каждому. Дай Бог. Конечно, вот Павел описывает, представляет вот такую характеристику войны, чтобы каждый верующий человек смог ободриться. Что Он идет на войну, я опять повторю вот эту мысль, она очень важная. Что Он идет на войну и не знает, что там произойдет. Он знает. Он знает, что битва выиграна. И Он идет туда как победитель. Вот это очень важный момент. Следующее, на что я бы хотел бы здесь обратить внимание, вот это одиннадцатый текст, да, что он говорит? «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских». Вот смотри, опять же, мы подчеркнули, что без вот этого арсенала, естественно, битва будет проиграна. Поэтому, если я не беру с собой вот этот арсенал, если я думаю, что я настолько силен, что я справлюсь без Бога, без его арсенала, без его помощи, то тогда стопроцентное будет поражение. Победа будет только в том случае, если я надеваю Божий арсенал. Какой это арсенал, вот мы вскоре подойдем и поговорим об этом. Вот я об этом говорил, что в пособии они вот эти две темы как бы отделяют. Отдельно говорят об арсенале и отдельно говорят о подготовке. Ну, еще нужно все-таки объединить вот эти две темы, чтобы не потерять вот эту нить. Поэтому без этого арсенала стопроцентное поражение. С арсеналом должна быть стопроцентная победа. Если ты проигрываешь с арсеналом, в принципе, чего и не может быть, то, наверное, ты не тот арсенал принял. Потому что с тем арсеналом, с которым Господь воевал, он всегда побеждал. Более того, я тебе еще скажу вот о преимуществе верующих вот в этой борьбе. Вот смотри, апостол Павел описывает дьявола и его сторонников, да, это в форме мировостей, там, начальств, да, ты помнишь, силы, что они обитают как бы в воздухе посредине или под небом. То есть они занимают вот какое-то промежуточное вот такое положение между небом и землей. Но во второй главе, да, если я не ошибаюсь, вот смотри, на какой позиции находятся верующие. Шестой стих, вот прочитай второй главы, пожалуйста, ну давай с пятого луча. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом благодатью вы спасены, и воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисус. То есть где верующие находятся? На небесах, да. На небесах. То есть какую позицию занимают? Если темные силы занимают поднебесную позицию, то есть они обитают в воздухе между землей и небом, то верующие вместе со Христом находятся на небе, то есть выше. А скажи, в битве, в любой борьбе шанса выиграть у кого, кто занимает более высокую позицию? Однозначно. Поэтому христиане должны понимать, что они не внизу находятся на земле, откуда сверху темные силы атакуют, а они находятся выше темных сил. Мы это все понимаем в метафорическом смысле, но оно так и есть. То есть Христос вместе с собою нас как бы взял уже на небеса и наделил всем необходимым для того, чтобы мы как бы уже были бы гражданами Царства Небесного. И вот наша позиция с небес, она намного имеет больше преимуществ, чем позиция дьявола, который находится ниже. То есть мы занимаем более удобную позицию, чем позиция темных сил. То есть стратегически Бог уже предопределил победу для тех, кто стал на северную сторону? Конечно, Константин, определенно. Определенно. Я поэтому говорю, что мы, которые вступаем вот в эту битву, мы должны знать, что победа уже есть. Христос победил. Мы просто идем по его стопам и в его всеоружии мы должны преодолеть дьявола. Более того, я тебе скажу, здесь вот это слово облекитесь во всеоружие и дальше он перечисляет, что это всеоружие. Между прочим, оно, ну, не все то, что здесь перечислено, составляет арсенал римского воина. Но здесь перечислено все самое главное, то, что необходимо в сражении. То есть, у него было намного больше побрякушек, это шутка, конечно, на его одежде, чем вот то, что здесь перечислено. Но то, что здесь перечислено, это все то, то, что необходимо, важно для вот этой битвы. Поэтому Бог наделять всем необходимым, самым важным, чтобы человек победил. И не может человек сказать, вот у меня вот не хватало вот этого оружия. Все необходимое для победы Бог предоставляет своей церкви. Поэтому, Константин, вот нам не стоит бояться вот этой битвы, нам не стоит бояться вот этого столкновения, зная, что, в принципе, война, исход войны уже решен. Понятно? Да. Да. Ну, идем дальше. Идем дальше. И на что мы здесь обращаем внимание? Это 19 стих. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мероправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Вот как ты понимаешь вот этот текст? С кем воевать? Ну, я бы, наверное, обратился к книге Даниила, тогда, когда однажды Даниил молится, и к нему приходит вестник и говорит, что я вышел еще, когда ты только начал молиться, да, но я долгое время определенное находился вот там, указывая, что среди тех, кто были власть имущие, и сражался против, как он говорит, против князя этого. Ну, конечно, мы понимаем, что ангел не против человека сражался, он сражался против того, кто стоял за этим человеком. Хорошо, константин. Ну, давай еще раз, наша брань не против крови и плоти, то есть, кровь и плоти, мы понимаем, это обычный человек, это физическое лицо, но против перечисления идет, тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. То есть, однозначно, читая 12 стих, мы понимаем, что наша битва не против людей, наша битва против дьявола, против его бесов, да, как описывает это Библия. Но теперь скажи, а как действует вообще дьявол, что он в открытую выходит на нас или все-таки через людей? Ну, если бы в открытую выходил, то людям было бы уже давно понятно, чью сторону занять. Да, ну, то есть, если теперь Константин, дьявол действует через людей, как, или в другом месте было написано, через детей, как там было, да, ой, я забыл, как это, непокорных или что-то вот такое, что-то такое было. Непокоривых, да. Непокоривых, что-то такое было. Но он же действует через человека, не он же лично идет тебя соблазняет или там что-то предлагает. Человек же все это делает, правда, под воздействием дьявола. Теперь моя брань, как направлена, так, меня же конкретно человек склоняет к чему-то. Ты понял, что я хочу сказать? Я понимаю, о чем ты хочешь сказать. Тебе как не бороться? Он же действует через человека, он действует через людей. Как тогда должна проявиться моя брань? Против кого? помнишь, однажды есть такой эпизод, когда Христос говорит о том, что ему нужно идти в Иерусалим, что там его побьют, то есть предадут смерти, и Петр говорит, Господи, ну если ты это знаешь, зачем же ты идешь туда? И там такой вот знаменитый ответ Иисуса Христа, что отойдет меня сатана. То есть, кто из-за человеком, правильно, Константин, нужно видеть те силы, которые этого человека подталкивают, чтобы сбить тебя с пути истины. Поэтому наша брань не против человека в том плане, Константин, что мы, мы на самом деле не восстаем, мы не боремся вот с этим человеком, да, мы его даже любим, но мы не боремся с тем, с теми идеями, с тем грехом, который он нам предлагает. Потому что за всем этим стоят темные силы. Они пытаются склонить нас к греху. Человек это всего лишь то? Инструмент. Это как в случае Адама и Евы, да, но бросить вину на змея. Змей обольстил. Так не змей же обольстил. Змей, да, послужил орудием, но обольщал-то кто? Дьявол. Обольщал-то, ну дьявол, да, обольщал, дьявол обольстилась. Понятно. Поэтому любой человек, который пытается сбить праведного человека с пути истины, правда, Хрисус сказал, лучше бы ему не родиться, потому что, как-никак, он тоже принимает какое-то участие во всем этом. Но наша брань должна быть, мы должны видеть за этим человеком, кто стоит, и не поддаваться, и не подчиняться. Вот тем испытаниям, тем искушениям, которые дьявол предлагает, в принципе, через людей. Вот в этом плане мы понимаем, что человек действует не сам от себя, а за ним стоят силы, которые побуждают его действовать так или иначе. Поэтому я прошу прощения, поэтому, дорогой друг, если вдруг у тебя возникнет такое непреодолимое желание побороться с тем, кого ты считаешь своим обидчиком или врагом, то помни, что не сам человек тебе этого желает, а есть тот, кто через человека пытается разрушить твою веру, разрушить твою надежду и заставить не идти к Богу. Конечно, по большому счету человек это всего лишь орудие. Орудие либо в руках Христа, либо в руках дьявола. По-любому. Потому что тот же самый человек, который сегодня сбивает тебя с пути истины, если он обратится, он будет совершенно иным человеком. Да. Совершенно иным человеком. К сожалению, мы не можем сказать уже так про дьявола, что ему дороги как бы назад нет уже. Ему нету назад, конечно. Да, у него уже проигранная битва, проигранное сражение. Но у меня тогда попутный вопрос. Мы уже как-то касались этого, но прости, если я еще раз к этому вернусь. Тогда, когда Павел говорит здесь об этом, что наша брань не против плоти и крови, а против духа и плоти, злобы поднебесной, исключает ли апостол Павел здесь свободу выбора человека? В каком плане исключает? Ну, в плане, что раз сатана выбрал этого человека, чтобы через него искушать тебя, то как бы у того человека уже свободы выбора, свободы воли выбора уже не было. Так у него на роду написано. Ну, нет, конечно, Константин, потому что ты помнишь, вот до этого мы говорили, что вы были когда-то тьма. Да. Он пишет, это же вот своей аудитории, что когда-то в прошлом эта аудитория была самой тьмой, то есть тьма обитала в жизни. Теперь мы скажем, что у них не было выбора, если не было бы выбора, как они светом стали? Значит, был выбор, что они оставили делать тьмы, обратились, услышали весь Евангелие и стали светом. Выбор всегда остается у любого человека, просто не всегда человек понимает. Он же не знает явно, что он служит сейчас дьяволу. Вот если ты скажешь, что то, что ты сейчас творишь, это ты творишь под диктовку или под воздействием, под побужением вот темных сил. Он же не примет это. Я думаю, что нет. Да, не примет, но от этого ничего не меняется. Если это стол, а я буду говорить, это стул, стул от этого стулом не станет. Понимаешь? Ну да. Да, но вот человек, который уже осознает, который уже принимает Иисуса Христа, он только после этого начинает понимать под распоряжением кого он находился до принятия Иисуса Христа. До этого трудно понять. Если ты не знаешь Иисуса Христа, то ты, естественно, не будешь признавать и принимать, в принципе, потусторонние силы. Да. Поэтому здесь еще один очень важный момент. Мы уже поняли, вот это все оружие, это самый главный арсенал, который он здесь представляет, и наша брань, опять мы поняли, да, против кого направлено. Но вот что интересно, вот это брань, слово, которое здесь используется, Константин, в принципе, очень уникально, что апостол Павел не использует здесь военную терминологию. А вот здесь он использует больше бой, который носит спортивный характер. То есть он больше использовался во времена греческих состязаний. Ты знаешь, что там были состязания, да, и здесь речь идет либо о боксе, например, либо, ну, например, о борьбе, типа самбо или дюдо. Вот что-то вот, ну, по нашим словам, рукопашный бой. Да, никак не бой или состязания связаны с оружием. Да, вот интересно, что Павел здесь не использует вот термин, который носит военный характер. То есть, который... Тем не менее, ведет речь о военном снаряжении. Вот, он ведет речь не о спортивных состязаниях, он ведет речь о военных, но при этом слово, которое для брони он используется для этой борьбы, использует из области вот этого рукопашного боя. Почему? Тоже очень интересный момент. Ты знаешь, что тогда, вообще, в принципе, тогда и сейчас и во все времена есть, вот, скажем, ближний бой и дальний бой. Вот что значит, вот дальний бой и ближний бой? Ближний бой, это когда ты используешь, скажем, оружие, которое не покидает твои руки. Дальний бой, это вот, например, ну, стрелы, да, используют, например, метательные копья. Ну, правда, были копья, которые не метали, а вот чисто для ближнего боя тоже использовались. Но и сегодня есть дальние бои, конечно, мы знаем, но сегодня немного по-другому, там не стрелы летят, уже ракеты летят, да, ну, а ближний бой как раз сегодня, я не знаю, ну, это, наверное, самый последний момент, который бывает. Но в те времена, Константин, что я хочу сказать, вот дальний бой не определял победы. Ну, ну, вот представь ситуацию, вот сейчас вот дальний, а в те времена дальний бой, как бы он не определял победы, почему? Ну, вот, например, да, стрелы летят, тем более они были раскаленные, ну, да, если ты не был, вот скажем, в этом всеоружии, ну, оно бы поразило бы тебя, естественно, но, поскольку у тебя есть щит, да, и, между прочим, щит, который здесь, там были маленькие щиты, и щит огромный, который вот человек вот так садился, да, и вот щитом полностью, он полностью закрывал вот этого человека. Ну, что бы сделала бы стрела? Ничего, она просто бы ударила бы об этот щит, ну, ничего такого серьезного она бы не доставила вот этому человеку, да, а при этом эта же армия, вот со своим вот этим огромным щитом, она постепенно продвигалась вперед, вот поэтому иногда раскаленные стрелы делали, потому что она когда соприкасовала, соприкасалась вот с этим щитом, щит нагревался, от частого удара вот этих раскаленных стрел, щит нагревался, и это могло бы, да, принести вот каким-то вот ожогом, но для этого тоже выдумали воду, тащили с собой целые баки с водой, и периодически они вот обливали вот свои щиты вот этой водой, вот, то есть, все было придумано, да, и поэтому в те времена Константин, а данный бой, он был, конечно, важным, он был очень важным, но он никогда не решал победы, победа всегда решалась во время ближнего боя, и поэтому апостол Павел, вот смотри, когда мы читаем, как воюет дьявол, да, он посылает вот 16-й текст, стрелы, Апачи всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лутового. Вот стрела, стрела – это идея дальнего боя, идея дальнего боя, но апостол Павел здесь советует очень важный метод, стратегию – не вступать в дальний бой, поэтому наша цель – играть с ней в кошки, мышки, он оттуда стреляет, отсюда стреляешь, да, и победы нету. Апостол Павел призывает к окончательной битве, которая решается исключительно в ближнем бою. То есть наша цель не просто идти воевать, наша цель – выиграть. А для того, чтобы выиграть, чтобы поставить жирную точку, необходим ближний бой. Поэтому нам необходимо вступить не в дальний бой, а в ближний бой. Во-первых, когда ты видишь противника, намного легче понять, как строить свою стратегию, чем когда ты никого не видишь, и оттуда летят стрелы. Ну да, это верно. Это верно, да? Вот это очень важный момент, что мы призваны на ближний бой. Понятно. Понятно. Ну, следующий момент. Вот, давай мы читаем. Теперь вот подходим постепенно вот к этому всеоружию. Да? Вот 13 стих. Давай прочитаем. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой, и все преодолев устоять. Устоять. Да, вот. Во-первых, день злой, но понятно, да, это какие злые дни. Это бывают в жизни человека, вот эти испытания, искушения, трудности, с которыми он ежедневно сталкивается. И поэтому вот это всеоружие ему нужно именно вот для таких дней. Когда все хорошо в твоей жизни, естественно, ты и не задумываешься над этим. Но когда наступают вот такие злые дни, когда испытания, искушения, вот тогда уже необходимо что? Иметь вот это всеоружие, да? И вот интересно, на что я бы здесь хотел обратить внимание, вот на глагол «устоять». Устоять. Обрати внимание, что он встречается здесь, в 13-м стихе, он встречается в 11-м стихе. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать». То есть то же самое греческое слово используется. «Устоять против козней дьявольских». Вот о чем говорит вот этот глагол «стоять». Вот что это означает, Константин? Вот в контексте вот этой битвы. Ну, в первую очередь, не покинуть свой пост или свое место в этом бою. Ну, для этого нужно, как это правильно сказать, чтобы в тебе не было трусости. В тебе, чтобы не было трусости, я согласен, да. Но ты очень правильно отметил. Вот стоять – это именно означает стоять. То есть вот в этой духовной брани, вот в этой духовной борьбе, какие позиции ты уже выиграл, отвоевал, да? Вот нужно вот эти позиции сохранить. Ни в коем случае выигранную позицию нельзя уступать, нельзя сдавать назад. Понимаешь, о чем говорит апостол Павел? Вот я преодолел вот это испытание, я преодолел вот этот грех, да? Я должен вот эту позицию отстаивать уже. Я не должен отступать, как бы стрелы на меня бы не летели. То есть я не должен ни один сантиметр уступать вон той позиции, которую я занял в процессе вот этой битвы. Ну да, я помню и в фильмах это передавалось не раз, и в литературе, когда люди сражались за свою землю, то был такой девиз – не пять дней назад. Да. Потому что если ты идешь назад, то ты фактически сдаешь свои позиции. Ты возвращаешься опять постепенно к своей прежней жизни. И поэтому то, что досталось тебе посредством вот этой битвы, да, духовной, ну понимаем, мы говорим о духовных сражениях с грехом, да, вот то, что ты смог преодолеть в своей жизни, вот, например, человек курил, да, допустим, ну сколько-то лет курил, ну раз бросил, вот, ну месяц продержался, два, на третий хочет очень курить. Вот ни в коем случае не стоит ему что делать? Сдавать ту позицию, которую он выиграл, понимаешь, когда-то. Вот об этом пишет апостол Павел. Чего достигли? Того держитесь, стремитесь дальше. Вот это очень важно вот в нашей духовной битве, Константин. Ни в коем случае не отступать назад, не сдаваться, не бояться, как бы ни обстреливали со всех сторон. Опять же, что должно нам помочь? Знание о том, что победа проиграна для них. Победа за нами. Вот поэтому ни в коем случае нельзя сдавать свои позиции. С другой стороны, вот смотри, интересный момент, в дни какие? День злой, да? День злой. А если день не злой, человек может расслабиться. Есть такое или нет? Может, конечно, да, но не стоит. Может, но не стоит. Ты помнишь, как Гедеон выбирал своих воинов, да? Кто? Гедеон. Из множества тысячной армии там у него остались 300 человек. 300 человек, да. Да, почему? Потому что на что он обращал внимание? Он обращал внимание, как себя воины будут вести в том или иной ситуации, как они пьют воду, снимают с себя одежды, чтобы удобнее было военной одежды. Или наоборот, они вот в одеждах, но быстро-быстро пьют эту воду. То есть, ты понимаешь, если день не злой, а день добр в данном случае для тебя, это еще ни о чем не говорит. То, что ты выиграл сегодня, это не означает, что дьявол навсегда оставил тебя. Вот, например, искушение Иисуса Христа. Ты помнишь, Марк как описывает, а даже Лука, вот 4 глава, вот 13 стих. Я бы почитал бы этот текст. Знаешь, он очень важный. Речь идет об искушениях Иисуса Христа в пустыне. И самое последнее искушение, ну, после того, как Христос, в принципе, победил, да? Вот в этом искушении, 4 глава, 13 стих. Вот, обрати внимание, вот как Евангелие с Лука описывает вот это событие. Вот, почитай, пожалуйста. Мне бы, пожалуйста, привести, да. И, окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. До времени, Константин. Да, вот кажется, да, Христос же победил в пустыне, да, преодолел. И все, и человеку может показаться, раз он выиграл эту позицию, раз он ее занял, все, она всегда за ним закрепится. Дьявол уже не подойдет к нему вот с этим вопросом, вот с этим испытанием. Но, оказывается, дьявол отошел до времени. До времени. И когда он придет повторно, вот апостол Павел это советует, не сдавай вот этой позиции. Если ты ее занял, уже ее отстаивай. Никогда не сворачивай назад. Очень важный момент, да? И, наконец, мы сейчас подошли как раз вот к этому арсеналу. О каком арсенале здесь, в принципе, идет у нас речь? Ну, давай мы прочитаем, значит, с 14 по 17 стихе. Итак, станьте, припаясь у чресла вашей истинную, и облегшись в броню праведности, и обувь ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможите угостить все раскаленные стрелы лукавого. Хорошо, Константин, вот такой арсенал. Здесь мы уже обозначили, что это самое главное, что необходимо для борьбы. Да, там могло быть много, куча другого, но то, что не играло такой существенной роли. Но это то, что необходимо. Теперь вот такой вопрос к тебе. Как тебе кажется, вот апостол Павел, который вот здесь дает вот такой совет церкви, да? Говорит ли он о наступательной войне церкви или об оборонительной? Вот в этой борьбе, да, вот в этой борьбе церковь должна вести оборонительную войну или наступательную тоже? Я думаю, скорее всего, оборонительную. Оборонительную? Потому что, почему именно оборонительную? Потому что, если ты начинаешь первый эту войну, то с тебя один спрос. А если ты обороняешься, то ты в более выгодных ситуациях. Хорошо. Да, ну вот, судя вот по арсеналу, вот больше к чему смахивает? К оборонительной или все-таки к наступательной? Я не очень силен, скажем так, в познании истории того времени, какое вооружение применялось когда. Поэтому, наверное, я пока не смогу ответить. Да, хорошо. Но ты обрати внимание, опять же, весь арсенал, который здесь перечислен, он, в принципе, относится, опять же, к ближнему бою. Здесь нет ни стрел, здесь нет ни копьев, которые можно было метать, да. Здесь чисто все то, что не покидает твои руки. Ну, я понимаю, но это же, это вооружение можно использовать и в наступательных, и в оборонительных. Вот, да. Теперь вот давай посмотрим, да. Вот, например, все то же самое, ты правильно говоришь, можно и так, и так использовать. Но откуда мы можем знать, что все-таки мы не просто обороняемся, но мы должны и наступать на вражескую территорию? Об этом нам говорит 15 стих. Обув ноги в готовность благовествовать мир. Обув ноги в готовность благовествовать мир, да. Ну, исходя из этого, да, теперь. Да. То есть, для чего? Вот я хочу именно вот с этого начать. Вот именно вот 15 стих говорит о наступательной. Это говорит о том, что мы, как верующие люди, должны переступать вражескую территорию, то есть наступать на вражескую территорию, чтобы освобождать узников. Потому что люди, ты помнишь, находятся где? В узах дьявола, да? Да. В узах дьявола. Ты наступаешь на вражескую территорию, твои ноги благовестника. Ноги благовестника. Есть такое или нет? Да. Ноги благовестника. Вот давай мы прочитаем Исайя 52,7, потому что ссылка сделана именно из книги пророка Исайи. 52,7. Очень интересный текст тоже. Так, вот я открыл. Хочешь я прочитаю? Да, читаю. Смотри. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону воцарился Бог твой». То есть апостол Павел ссылается вот на Исайю 52 главу, да, как прекрасны ноги благовестника. И то же самое мы здесь говорим, что ты ноги, обув ноги, в готовность что? Благовествовать мир. То есть мы знаем, что люди находятся, те, которые не познали Иисуса Христа, все еще живут во тьме. Поэтому чисто оборонительной войной ты никогда не сможешь донести весь Евангелие для этих людей. Но наша цель – освобождать людей, которые находятся сегодня в его оковах. Мы не говорим о том, что мы ведем наступательную войну в том смысле, что мы объявили войну. Нам объявили войну. Но в процессе этой войны для того, чтобы победить, ты должен приближаться к своему противнику, чтобы в итоге вступить с ним в рукопашный бой. Да, это так. И именно мы сказали, вот этот ближний бой, он определяет в принципе итог, исход вот этой борьбы. Поэтому в данном случае апостол Павел говорит, что бывают ситуации, когда нужно защищаться, бывают ситуации, когда нужно идти вперед и освобождать. Более того, ты занял вот эту позицию, ты не должен ее, как мы уже сказали, отдавать. Завтра ты прошел вперед. Ты победил еще там что-то. Ты уже должен держать вот эту позицию. И так, пока ты дойдешь до врага и в конце в итоге полностью поразишь его. Но это уже будет окончательная победа. Это, конечно, при втором пришествии Иисуса Христа. Потому что это дело, в принципе, не мы уже делаем. Это действие совершает уже сам Господь. Ну и вот здесь он, давай мы рассмотрим в двух словах, что он здесь, припояса в чресло вашей истинную. Речь идет о поясе. Мы понимаем здесь, да? То есть пояс надевался для того, чтобы одежда сидела удобно. То есть, чтобы она не мешала во время сражения. И вот фактически пояс, он как бы держит одежду. Можно так сказать? Ну, если посмотреть, да, как ты сказал, на времена Ветхого Завета, то очень часто мы видим, что тогда, когда начало описываться состояние человека, которого уже готов было к какому-то сражению, всегда описывалось, что он припоясал свои чресла. Конечно. То я как-то в свое время немножко интересовался этим, почему именно это апостол Павел делает сравнение, что в римской армии, если воин не припоясался, то ему, в общем-то, некуда было и повесить оружие. Конечно, Константин. То есть пояс... Его руки должны были быть свободными. Да. Пояс – это то, что, в принципе, поддерживает, то есть, держит тебя. Твою одежду, по крайней мере. И вот пояс здесь представлен истинною. То есть пояс, то есть то, что тебя верующего человека должно поддерживать, чем он должен жить, это должно быть истина. Вот поэтому роль пояса, роль того, что тебя поддерживает, твоя одежда, вообще все – это истина. То есть человек должен жить как истинный. Человек должен ходить в истине. Следующий важный момент какой? Облекитесь в броню праведности. Здесь очень интересный момент. Все богословы приходят к той точке зрения, что речь идет о божественной праведности. То есть броню нужно одеть на себя. Броню ты одеваешь. То есть тем самым ты одеваешь на себя божью праведность. Оставляешь свою праведность греховную, и вместо этого надеваешь божий арсенал, божью праведность. Таким образом, что мы видим? Что человек в этой духовной борьбе должен быть одет в божью праведность и должен ходить в истине. Согласен, да? Следующий – обувь, ноги. Мы уже поговорили об этом. Между прочим, очень интересно, что римская обувь, которая была предназначена для войны, она в принципе была тяжелой. Она была тяжелой для чего? В ней очень трудно было ходить и тем более убегать. Убегать практически невозможно было. Для того, чтобы убежать, нужно было ее снимать и, наверное, босым убегать. Но ее тяжесть была для чего? Когда ты метал копье или когда ты сражался, у тебя ноги не должны были, ну, как бы, как это сказать, ну, с места… Сохранять центр тяжести. Да, то есть они должны были сохранять центр тяжести, чтобы ты плотно стоял и мог бы владеть и мечом, и копьем, и щитом. А если, скажем, нет вот этой тяжести, да, на ногах, то, ну, ударят тебя, ты спокойно или упадешь, или… Ну, опять же, как ударят? Какая бы ни была бы тяжесть, все равно, да, смотря, все зависит от удара. Но в любом случае это позволяло войну что делать? Держаться и воевать. А если нужно было убегать, то нужно было от этой обуви что делать? Избавляться. Избавляться, освобождаться. Но здесь апостол Павел как раз говорит о том, что вы должны эту обувь надеть и не снимать. Потому что ваша цель не убегать, ваша цель не проигрывать, а ваша цель только побеждать. То есть он не допускает даже вот такой идеи, что можно босым выйти. Потому что если выходишь босым, всегда есть надежда на что, на побег. А Павел говорит, нет, никакого побега. Взял территорию, отстаиваешь. Пошел дальше, захватил, отстаиваешь. Вот это все вот такие важные моменты. Шлем спасения возьмите, да? Шлем, мы понимаем, да, что это такое. И меч духовный, который есть Слово Божие. И самое главное, вот этот момент, меч, наш меч, то есть самое главное оружие, которым тоже верующий человек сражаться, должно быть Словом Божиим, Константин. Ну помнишь, в послании к евреям он пишет об этом? Да, об Аюдоостре Меч, да? Да, конечно. Но если мы даже возьмем сейчас искушение Христа в пустыне, да? Вот чем он сражался, чем он отбивал атаки дьявола? Словом Божиим. Словом Божиим. Дьявол предлагает ему там что-то, он говорит, так написано. Да. Поэтому ты понимаешь, вот самое главное, вот этот меч, которым ты сражаешься, шлем, там, что там еще там было, ну многое предназначалось для того, чтобы защищаться, себя накрывать, прикрывать. А вот меч – это как раз оружие, которым ты сражаешься, которым ты воюешь, да? И вот это должно быть вот нашим Словом Божиим. Не нужно думать, как там философы, как там, я не знаю, кто говорит, отвечать на вопросы, я не знаю, какими-то непонятными ответами, а нужно точно знать, вот что говорит Бог по этому вопросу. И отражать все луковые замыслы именно чем? Именно Словом Божиим. Для этого необходимо исследовать, исследовать и исследовать Священное Писание, чтобы понять, где ложь и где истина. Потому что порой дьявол предлагает ложь в таком виде, что очень трудно поначалу отличить. Даже Иисусу Христу, ты помнишь, второе испытание он стал цитировать из Священного Писания. Это так, да. Насколько хорошо нужно быть просвещенным Духом Святым и осведомленным Священным Писанием, чтобы можно было вот эту борьбу, в принципе, выиграть и победить. Но весь этот арсенал, как мы уже сказали, Господь, в принципе, нам дал. Единственное, что Господь от нас ожидает, это исключительно победа. И пусть нас Господь благословит, Константин, чтобы и мы, и все те, кто нас слушает, и его Церковь Вселенская, она была бы победителем вот в этой схватке. В принципе, она должна быть победителем, и так оно и будет. Но просто, чтобы каждый отдельно взятый член Церкви, который составляет Вселенскую Церковь также, да, чтобы он не думал, что он одинок и что для него битва проиграна. Потому что Христос победил, значит, победят все те, которые идут на эту битву во всеоружии Божьем. Пусть Господь с нас на этом благословит. Аминь. Да, когда мы читаем не только послание апостола Павла, но и послание Евангелия, когда мы читаем в жизни описание Иисуса Христа, мы не раз встречаем, что Христос не обещал нам, что наша жизнь будет легкой, что наша жизнь будет это только созерцание чего-то только прекрасного или ублажающего наш слух и наши чувства. Нет. Из опыта жизни апостола Павла мы видим, его жизнь была полна переживаний, тревог. Но в этих переживаниях и тревогах он видел, что это есть тот путь, когда он отвоевывает тех пленников у дьявола, которые веками жили в незнании, в невежестве. Сегодня Христос призывает нас к этому. Соглашусь ли я встать на этот путь борьбы или же откажусь? Ну, это дело лично каждого человека, да. Апостол Павел призывает к тому, чтобы мы встали на сторону победителей. Но для того, чтобы быть победителем, нужно поучаствовать в сражении. Пусть Господь поможет вам не отчаиваться, не оглядываться назад, но с верой, держась за руку веры, за руку Иисуса Христа двигаться вперед. Всего вам доброго. Мы еще с вами встретимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова